перед началом видео я хочу напомнить что также у нас есть второй канал где рассказываю о заработке в интернете об инвестициях и показываю статистику вот этого своего канала и сколько я зарабатываю на нем если вам интересно такое видео то переходите по ссылке в описании на второй канал смотрите и подписывайтесь ну а теперь переходим к советской классики блесна сенеж и я уверен что у многих из вас такие блесны есть где-то в кладовках на чердаках либо в дальнем ящике со снастями эта блесна имеет форму тела типа ивовый лист здесь нет характерного утоншения к носовой части как у многих других блесен что в принципе придает ей своеобразную игру кстати эта блесна на мой взгляд довольно сильно похожа с намного более дорогой и в данный момент популярной блесной смит пюре но сейчас о сенеже и сенеж это отличная приманка которая кстати позволяет ловить не только лишь при помощи проводки с паузами но также и при помощи подтвичивания все же это блесна продолговатая она прекрасно сыпется на паузах она отлично привлекает щуку я так понимаю что она имитирует уклею в принципе и это блесна это действительно хороший рабочий инструмент ну и помимо стоячей воды помимо водоемов с медленным течением также она подходит и для течения довольно значительного опять же за счет своей формы тела в общем у кого такая блесна есть не игнорируйте ее попробуйте в деле поменяйте если что крючок на более качественный и она может действительно принести хороший трофей блесна черноспинка это уже действительно классическая осенняя блесна для ловли щуки все дело в том что она выполнена из толстого листа металла она сбита и она имеет большой вес то есть вы неспешно можете провести ее на очень значительной глубине провести ее над самым дном водоемом где осенью и стоит щука эта блесна лучше всего работает на простой равномерной проводке хоть если возникает необходимость ее можно в том числе провести и практически джиговой проводкой кладя ее на дно во время игры блесна очень плавно переваливается сбоку на бок что щуке конечно же несомненно нравится щука на мой взгляд это вообще такой хищник для которого есть одна любимая игра как вот есть допустим у вас любимое блюдо и вам ничего нового не надо так и щуке ей нужна простая ложка колебалка зачастую они какие-то там воблеры либо вращалки именно на это железо на колебло щука и клюет и черноспинка это такая вот классическая блесна для осенней ловли щуки последняя советская блесна в нашем сегодняшнем видео это блесна почка и это действительно раритет и экзотика поскольку таких блесен в принципе не в продаже ни у кого-то из своих знакомых рыболовов которых кстати у меня довольно много я не видел блесна отличается вот такой вот необычной формой при проводке она воспроизводит довольно высокочастотные колебания и игра ее конечно очень сильно отличается от всех приманок которые здесь предоставлены тем не менее эта игра это специфическая довольно игра это то что щуку часто привлекает и она эту блесну атакует что касается проводки то для этой блесны лучше всего подходит как ни странно равномерка именно на равномерной проводке чаще всего я щуку на нее и ловлю вот такая вот необычная блесенка если видите ее в продаже то обязательно приобретайте и она оправдает ваши ожидания